Скажите, пожалуйста, Равиль, вот эти, во-первых, может быть, нам не стоит переживать по поводу того, что у нас не любят и не любят, и чего, и дальше живем. Во-вторых, вот эта Россия и русофобия, она какими-то волнами идет? Или с чем она связана? Либо она зреет изнутри или спускается сверху? Ну, она явно не идет снизу здесь, в Англии. Это я могу стопроцентно сказать. Потому что люди, с которыми я общаюсь и говорю, и люди среднего класса, люди творческие особенно, они, в общем, относятся к этому с интересом. Они могут любить или не любить, но английский характер такой, что он, в общем, достаточно скрытный характер, конечно, в основном. Чем более образован человек, и чем выше он стоит по социальной лестнице, тем менее он открыт. Но, тем не менее, я думаю, что неприязнь к России, она еще, в Англии, это имперская черта. И она идет с очень давних времен, на самом деле. И идет, с одной стороны, с геополитического вот такого, что ли, соперничества, вечного соперничества. Вечно Россия себя мерила по Англии, а Англия себя мерила по России в каком-то смысле. В смысле имперском, в смысле каких-то попознавений и имперских интересов. Но тут еще есть одна вещь, которая Россия и Англия, они кажутся только антиподами и двумя полюсами Европы. Казалось, что ничего общего, так сказать, у них нет, потому что они по разные стороны Европы стоят. Это максимально европейская страна Англии. Но здесь только в том дело, что англичанам многое непонятно, что происходит в России. И именно поэтому их нежелание, в общем-то, разобраться, почему мы должны, собственно говоря, разбираться. Вот нас не устраивает это, то, что у вас происходит. И это не наша задача разбираться, это, дескать, ваша задача. Вот такой снобизм, безусловно, существует. И в эстеблишменте, в политических кругах, в кругах медийных, конечно, вот это, я не назвал бы это русофобией, но вот, и здесь они сами не назовут это русофобией, конечно, ни в коем случае, но вот это, как бы сказать, злорадство по поводу российских неприятностей, такое победное ощущение, когда действительно Россия что-то теряет, что-то проигрывает и так далее, все существует, злорадство я бы это назвал, или раздражение успехами России тоже очень-очень здесь заметно. Это вот раздражение и злорадство. Это, конечно, вещи неприятные, и ничего в них хорошего нет. Но, к сожалению, я думаю, реагировать на это особенно не стоит, потому что, ну, это так же, как дождик идет, как снег идет. Это нечто данное уже. Это не потому, что мы себя, как россияне, ведем как-то не так. Это просто восприятие истории, столь далекой от английской истории, это восприятие национального характера, столь, в общем, не похожего на характера европейца, который, ну, рафинирован гораздо больше. Мы все время брататься норовим со всеми, брататься и считать, что мы любим весь мир и хотим его весь мир обнять. А весь мир уклоняется, потому что это не в его привычке брататься. Вот что и происходит.